Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Филатова. Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я решила дать свою экспертную оценку той ситуации, которая произошла с семейным психологом Сатьёй Дас, он же Сергей Яковлев. Это человек, который ездит с выступлениями по всей стране очень успешно, рассказывает о каких-то семейных ценностях, о семейной психологии, дает какие-то рекомендации. И вот произошел инцидент, где он напал на слушательницу одного из своих семинаров и ударил её сумкой. И здесь, конечно же, мнения публики очень сильно разделились. Кто-то его поддерживает, кто-то его осуждает. Но мы здесь разберем в первую очередь именно психологические аспекты, а именно то, какие ошибки изначально он допустил. Мы здесь обучаемся на этом канале. И очень важно как раз разобрать эту ситуацию на молекулы, для того, чтобы понять, какие ошибки были допущены. И дальше самое интересное, то, как он дал, ну, так называемое извинение, где присутствовало целых 17 манипуляций. Ну, это просто, знаете, мне подписчики мои прислали, ну, и даже они сказали, что, боже мой, как много манипуляций, разве так можно? Давайте это всё разберём. Я думаю, что с точки зрения обучения нам это будет полезно. Давайте оценку этому, я постараюсь не делать этого, но я не знаю, как пойдёт. Давайте в первую очередь, конечно, я нацелена на то, чтобы нам с вами разобраться во всех механизмах, во всех этих составляющих этого конфликта, для того, чтобы самим поступать правильно, ну, в подобных ситуациях. Итак, первое, то, как это происходило, как этот инцидент получился, давайте посмотрим. Солнышко, давай так, мы, я продолжу, продолжу. Ну, и сразу вот это вот обращение солнышко, это диминутив. Диминутивы это такие уменьшительные словечки, да, которыми мы обращаемся к своим детям, как правило, да, для того, чтобы показать родительско-детские отношения. То есть, показать свою любовь, показать своё покровительственное отношение к тому, к кому мы обращаемся. Мы как бы уменьшаем этого человека, да, и тем самым ставим себя на место родителя, а того, к кому мы обращаемся, ставим на место ребёнка. И здесь, конечно же, это было совершенно неуместно, потому что он изначально поставил своего оппонента ниже себя. Это понятно, что он, в общем-то, сидит, его все слушают, да, он сидит перед залом. Это понятно, что любой человек, ну, с любой психикой, он почувствует себя отчасти всемогущественным, да, находясь в центре, его все слушают, ещё и на возвышенности, да, то есть это даёт ему какие-то, ну, какое-то чувство собственного превосходства перед аудиторией, да, и, безусловно, его имя, оно тоже даёт ему возможность чувствовать себя очень уверенно, но здесь, конечно же, когда пошла конфликтная ситуация, нужно, ну, не нужно опускаться на вот эти вот уменьшения, потому что, ну, вот на диминутивы, потому что в данном случае он добавляет своему оппоненту обиды, обиды за то, что, ну, вы, вы находите, ну, как вот они находят, в данном случае два человека, которые спорят, они уже в неравных позициях, да, и ещё раз унижать собеседника тем, что он ниже, в данном случае собеседника это просто разозлит, да, ну, это на самом деле очень раздражает, когда, вот, представьте, к вам, если обращаются с этим диминутивом, да, уменьшая вашу значимость, как-то это не очень, увязывается с тем, что всё-таки в данном случае выступающий, да, он пришёл выступать за деньги того, кто сидит в зале, да, и, кроме, и невзирая на то, что там аудитория поддерживает этого выступающего, но, тем не менее, нужно относиться с уважением ко всем, кто пришёл, да, и находить какие-то компромиссы, если человек в аудитории не согласен, то с ним нужно как-то решать вопрос, да, почему он не согласен, либо, если совсем не согласен, предложить какой-то вариант с возвратом денег, да, давайте вы не будете мешать аудитории, да, но мы с вами всё вам возместим, да, вот просто дайте мне рассказать аудитории то, что я, ну, принёс, да, то есть надо было другие рычаги находить, но не уменьшать, не унижать собеседника, то есть изначально Сергей повёл себя неправильно, да, он стал унижать собеседника, кроме того, он не только вот с помощью диминутива, он ещё и жестами давал понять, что он здесь главный, да, безусловно, он главный в этой аудитории, но вот эта вот стратегия унижением, она, конечно же, не работает, она работает, она работает, наоборот, на ухудшение коммуникации, да, и завершение этой коммуникации, значит, давайте смотреть дальше, видите, видите, ты, и это ещё раз усиливает то, что он здесь главный, он здесь руководит, да, обращение на ты, это тоже унижает собеседника, ты заткнёшься, вот эта фраза тоже, заткнёшься, не замолчишь, не дать, не дашь послушать другим, да, это прямое оскорбление, да, ты вообще никто, звать тебя никак, и заткнись, и выйди из аудитории, он сказал, я тебя выгоню, не заткнёшься, я тебя выгоню, видите, и усиливает это ещё и жестами, то есть я тебя выгоню, я здесь делаю, что хочу, ты здесь никто, звать тебя никак, а я здесь хозяин, ты, в общем, заткнись, ну, то есть вот все варианты унижения он продемонстрировал, естественно, даже если человек и был настроен на конструктив, то этот конструктив закончился вот с тем, как к нему стали обращаться, да, вот, вот все, все варианты решения этой ситуации, да, сам же Сергей просто отмёл, отмёл на корню, видите, ещё и после того, как унизил, он говорит, я красавчик, да, ну, то есть, знаете, его манера поведения и вообще то, как он преподносит свои, свои знания, которые он там привозит, ну, возит по всем городам, это, конечно же, такое брутальное, скажем так, брутальное поведение, то есть я мужик, я альфа-самец, я что говорю, вы должны слушать или не слушать, идите все вон, ну, то есть вот такой вот полухамская, полубрутальная, полу вот такой, как, знаете, как мужик из подворотни, он и образ такой выбрал, вот эту кепочку, да, вот он всегда такой лысый мужик, такой чуть-чуть, такой, знаете, как колхозник, да, колхозник, гопник такой, и вот он со своей вот позиции, да, ну, это, это образ, да, может быть, он белый пушистый в своей семье, это неважно, какой он на самом деле, но вот он выбрал такой образ, и, в общем-то, образ очень удачен в нашей стране, потому что, ну, я должна сказать, что у нас женщины очень любят терпеть, да, и вот такое хамское поведение воспринимается как именно брутальное, что это альфа-самец, который принесет мамонта, за которым, как за каменной стеной, ну, это очень большая ошибка, очень большая ошибка, и, как правило, вот на его вот эти семинары, ну, я, ярые поклонницы, ну, я, я уверена, что с признаками такого, знаете, бессознательного, может быть, ну, мазохизма ходят, вот для того, чтобы послушать, как вот этот якобы альфа-самец, да, показывает себя во всей красе. Я ни в коем случае не хочу унизить его аудиторию, но тем не менее, вот кто действительно вот это поведение воспринимает всерьез, и, ну, да, это как бы поржать, поржать это можно, да, он и сам говорит, что я это представляю, как такой стендап. В общем-то, поржать можно, но если это вот всерьез, вот те в аудитории, даже вот за кадром слышно, что его поддерживают, вот эта поддержка, она говорит о том, что у человека, который его в данном случае поддерживает, есть большие проблемы, проблемы с внутренним вот этим вот желанием, чтобы тебя унижали, вот это вот прям красной нитью проходит, вот, ребят, обратите на это внимание, да, и он подытоживает, я красавчик, ты здесь никто, да, то есть обратите внимание, я красавчик, альфа-самец, да, я унизил женщину, да, ты заткнись вообще, ну, вот это поведение, ну, как бы, атаск. И, смотрите, при всем при этом, что мне говорит, что это всего лишь образ с его стороны, да, безусловно, он чувствует себя очень неуверенно, потому что жесты показывают, что, там, смотрите, он отклонился, потом схватился за опору, да, опору стол, и ноги убрал и скрестил, то есть, все-таки при всем его вот этом поведении, да, альфа-самца, я понимаю, что перед нами совсем не тот человек, образ которого он нам показывает, да, это востребованный образ, которого хотят большинство, наверное, женщин, которые ходят на его семинары, да, но вот сам по себе он очень белый, мягкий, пушистый, вот это, кстати, я его уже разбирала после интервью у Ксении Собчак, и я увидела, что там такой, знаете, человек-коммуникатор, просто который подстраивается под ситуацию, который снимет последнюю рубашку и отдаст, вообще, на самом деле, вот этот вот образ, он как бы просто, видимо, родился из того, что был спрос на это, и поэтому он, этот образ, как бы он в него вжился, и сейчас вот эти вот выпады, которые вот сейчас даже он продемонстрировал, да, этот выпад был из его образа, на самом деле, вот сейчас он вернулся в себя, в Сергея Яковлева, и такой думает, боже, что я делаю, ну, то есть вот это вот противоречие, оно сразу невербально считывается, и невербально дает противнику, ну, вот с которым сейчас идет перепалка, да, в данном случае той женщине, да, в зале, дает бессознательный сигнал, на самом деле, хоть он и все это сказал, все равно он тебя боится, и дает возможность собеседнице дальше продолжать давить, ну, не то что возможность, а вдохновляет ее дальше продолжать этот конфликт, понимаете, он сделал все, чтобы этот конфликт разгорелся с новой силой, ну, в огонь он просто залил бензин, вот, вот что он сейчас сделал, то есть сначала вот это все оскорбление, а потом показал свою неуверенность, видите, вот, вот, крупным планом специально, то есть ему это совсем не нравится, он чувствует себя некомфортно, неуверенно, ну, это понятно, понятно, на самом деле, вот я как человек, тоже выступавший на публике, я отлично его понимаю, я не одобряю, не поддерживаю, но я понимаю его состояние, когда ты сидишь вот на самом, вот, и вверху, да, все на тебя смотрят, и еще получается возражение из зала, это всегда очень стрессовая ситуация для любого выступающего, и, в общем-то, его поведение понятно, да, и даже непонятно, как он на самом деле, но вот то, что он нервничает, это понятно, сто процентов, да, следующий фрагмент. А здесь он вырыл себе сам яму, да, он изначально сказал, что я тебя выведу, и сейчас подтвердил, и сейчас, получается, он как человек, который находится в центре, да, он лидер этой группы, да, которая собралась, и если он пообещал, он должен выполнить. Вот здесь, получается, он вырыл себе собственный капкан, и дальше ему уже приходится, просто он даже не против, может быть, этой женщины, да, если она там замолчит и будет сидеть слушать, он не против даже, может быть, и какие-то, но уже он себе обрезал все пути к отступлению, конфликтную ситуацию разрулить после этого, ну, уже просто невозможно, если он начнет у нее спрашивать ее мнение, почему она возмущается, то есть он покажет свою слабость, он не может показать свою слабость, и здесь ему нужно довести ситуацию до конца, и вот он довел эту ситуацию до того, что все СМИ о нем заговорили. Кстати, по поводу мужика, там вообще картина маслом, этот бьет ее, а мужик просто вежливо отходит, то есть еще я просто в шоке. Я запущусь и выкину тебя нахер. Пошел в улицу? Валерий, что ты сидишь? Нет, я не с ним. А я спасен. Ну да, в общем, он повел себя совсем неадекватно в этой ситуации, и, ну, конечно, совершенно непростительно, ну, в общем-то, сам себе вырыл, получается, эту яму, возомнил себя вот этим брутальным самцом, которым на самом деле по сути не является. Я не буду сейчас повторяться по поводу его разбора, у меня есть видео на канале, я думаю, что я сделаю ссылочку, под видео помещу ее обязательно на этот разбор. Так вот, сам себе вот этот вот образ возомнил, сам из этого образа оскорбил, да, сам испугался, бессознательно дал понять, показал свой испуг, и дальше вот просто загнал себя в угол, и уже не оставалось ничего делать, как, ну, довести просто до конца свое, выполнить свое обещание, вот так вот. Поэтому здесь, конечно же, ситуация, ну, сложная, сложная, ужасная для человека, который очень сильно зависит от этой самой аудитории, да, которая, ну, просто перестанет ходить на его выступления, если он так будет себя вести, да, ну, не все же вот с этим комплексом неполноценности к нему приходят, и с бессознательным желанием, чтобы их унизили, да, и поэтому, конечно же, в данной ситуации, сложная, сложная ситуация, в первую очередь, я должна сказать, что для его команды, потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, что любой спикер, это всего лишь, ну, он не совсем вот это, ну, его как бы уже, как организация, дело в том, что когда уже на тебя работает большая команда, которой ты платишь зарплату или там как-то происходит, да, то уже ты полностью зависишь от того, чтобы, ну, обеспечивать всю эту команду, и, соответственно, ну, ты как бы становишься их работником, по большому счету, да, и в данном случае, конечно же, мы прекрасно понимаем, что не было бы этой творческой единицы, как Сатья Дас, если бы не его команда, потому что каждый там занимается своими делами, а это я к чему, к тому, что он, ну, у него большая ответственность, вот просто так нахамить, вот один на один, любой человек может, да, и ему за это ничего не будет, но здесь ставки намного выше, и, соответственно, как-то это надо было прокомментировать, и я думаю, что вот этот комментарий, это плод работы всей его команды, да, безусловно, психологически, скажем, психологически там, видимо, они продумали эту модель поведения, да, видимо, продумывали с учетом специфики их аудитории, аудитории, они прекрасно понимают, что аудитория, которая любит вот такой вот трэш, да, как раз им это зайдет, и давайте посмотрим на эти 17 манипуляций, которые, я просто в шоке, как можно вот так вот давать извинения, это просто, знаете, вот я не могу понять, это, ну, потому что это в России, да, вот у нас там декриминализация этого домашнего насилия и прочее, то есть вот это вот все эти семейные ценности нам сейчас внушают, да, либо это просто вот исходя из его образа, да, вот так вот продумали, такую манеру извинения, но это извинение, это, знаете, ну, просто трэшатина еще хуже, чем то, что произошло на этом, ну, вот само это, сам этот конфликт, да, это был трэш, да, ну, вот это еще хуже, давайте смотреть. Я так понимаю, что вы все любители интернета и новостей, да? Сразу дает понять, что он этого не боится, да, то есть он смело об этом говорит, и это не я плохой, это вы сплетники, которые насмотрелись интернета, там много чего о хорошем человеке напишут, и вот я, видимо, стал жертвой этого. В виде шутки он на самом деле сразу забрасывает камешек в огород своих слушателей и стебет не себя, а аудиторию, то есть это вы сплетники, это вы ищете обо мне плохие, плохую информацию, да, но обратите внимание, как мило он это преподносит, он как бы занят своим делом, он как бы копается в сумочке, ничего подобного, в сумочке он там, ну, ему не надо сейчас копаться в сумочке, вот для того, чтобы что-то достать, он это может сделать и в другой момент. Сейчас это чистейший манипулятор, манипулятор жест, не манипулятор действия, да, а именно жест для того, чтобы отвлечь свое внимание и внимание слушателей, в то время как он забрасывает, по сути, оскорбление в аудиторию, да, он оскорбляет аудиторию с первых же слов, как бы извинения, он аудиторию оскорбляет, да, дальше идем. Спасибо, я... Видите, а от аудитории аплодисменты, ребят, ну вот как раз аудитория соответствует как раз тому психотипу, на который это все и рассчитано. Я интуитивно вчера еще вас... Ничего себе, интуитивно, да, какое может быть здесь интуитивно, если для него это может быть катастрофой. Ведь на самом деле вся его команда, весь этот бренд, все это имя Сатья Даст держится только на любви его аудитории. И если этой любви не будет, то не будет и денег, не будет ничего, не будет этого имени больше, понимаете? И вот это вот интуитивно, ну совсем не интуитивно, это огромнейший риск для всего этого бренда. Поэтому, ну вот это вот... Предупредил, да, погрузил в эту историю, да, конечно. Но предупредил, смотрите, как интересно подобраны слова. Не извинился, как происходило бы в каком-то цивилизованном обществе. Не извинился, как было бы перед аудиторией, которая себя уважает, да, а он предупредил. Вот, кстати, часто мужчины так поступают, вот такие вот, которые, вот, как их, забыла слово, заговорилась. Да, но когда мужчина унижает свою женщину, он как раз чаще всего как раз не извиняется, но она за извинения принимает вот такие вот как бы предупреждения, да, я предупредил, я же тебя предупреждал, что я так себя буду вести, зачем ты лезла мне под руку, да. То есть вот это даже извинение он считает ниже своего достоинства. Вы видите, как он сразу себя ставит выше. Это просто атас. Буквально пару минут, друзья, потому что если сейчас я пару минут вам не скажу, будет странно. Ну, это такая мелочь вообще, да. Это такой вообще, это не стоит вашего внимания, но просто из уважения, как бы из уважения к этой ситуации я должен вам это объяснить. То есть он снисходит для того, чтобы хоть пару слов по этому поводу сказать. Ну, вот в любом цивилизованном обществе он бы уже просто, началась бы культура отмены, и ему бы это не простили, но ему прощает его аудитория, которая его боготворит. Это была история, когда-то как-то очень удачно похудел. Вот начал рассказывать какую-то байку, чтобы отвлечь внимание и снизить градус негатива, да. То есть он понимает, что негатив все-таки есть. Хоть часть аудитории умеет критически мыслить, да. И поэтому вот эту часть аудитории, которая с критическим мышлением все-таки у него есть, да, он немножечко забалтывает какой-то историей. На 20 с чем-то килограмм. И когда я выходил, садился, меня люди не могли слушать, они сидели и, ну, меня просто рассматривали. Умирает, не умирает, вот эта вот история. Понял, что надо в городе было приходить. Друзья, я не болею. Ну, я просто, ну, похудел, чтобы покрасивше. Ну, как-то так. И сейчас, похоже, такая ситуация, что, ну, наверное... И, кстати, винчивает такие простецкие слова, типа я вообще-то простой мужик, да, как красивше, красивше. Ну, неправильные слова, это специально, это часть образа. Я такой глупенький, чтобы всегда съехать на дурачка. Вот это классная манипуляция, съехать на дурачка. Вот специально, вот весь этот образ до мелочей продуман, для того, чтобы в любой такой подобной ситуации легко было съехать на дурачка. И вот сейчас, вы думаете, он не знает, как это слово произносится? Ничего подобного. Он специально использует неправильные слова. Есть смысл несколько слов по этому поводу сказать. Ну, да, конечно, все мы люди. Он присоединился. То есть вы все тоже с недостатками имеете в виду. Поэтому, ну, я думаю, вы меня простите, вы меня поймёте. Я тоже, как оказалось, человек. Как оказалось. Да. Ну, и естественно, что... Так прям не знаю, что и сказать. Спасибо, что пришли. Видите? Извинения так и не прозвучало. Вот я не знаю, что даже сказать. Да, я вообще не виноват. Ну, вот бессознательно, бессознательно он даёт понять, я не виноват. Я тут вообще... А с чего я должен извиняться? То есть он, по большому счёту, просто уходит от факта извинения. Как часто уходят от факта лжи. Ну, то есть вот, как бы, я не извинился, значит, я не виноват. Спасибо, что есть у меня возможность это говорить, но... Но, видите, смещает фокус внимания. Но тут манипуляции на манипуляциях. Вот вы все разные, я разный. Все люди приходят со своими запросами, да. Видите, то есть вы тоже с недостатками, ещё раз это повторяет, да. Мы все с недостатками, мы все должны друг друга прощать. Ну, то есть вот, а факта извинения нету, ребят, нету ни одного слова. Извините, я был неправ. А ведь на самом деле, вот в данной ситуации, когда мы разбираем, он сам загнал себя в этот угол, сам, ну, не смог разрулить эту ситуацию. Да, безусловно, он был в стрессе, безусловно, он был на виду, да, и вот даже я сейчас, записывая это видео, я волнуюсь и забываю некоторые слова, да. И я прекрасно его понимаю, как человек, знающий, что такое выступление на публике. Сказал бы это, что я волновался, что вот я, ну, вышел из колеи, извините, этого не повторить. Нет, он начинает перекладывать ответственность, он начинает забалтывать, он начинает... Ну, то есть, вот в данной ситуации он совершенно не извиняется, хотя извинения были бы очень уместны. Под каждого подстроиться и тому подобное. Ну, иногда бывают такие исключения, когда человек не может подстроиться, когда начинает, скажем так, мешать сильно всем. Ну, возможно, я не буду оправдываться, но, возможно, я интуитивно сам за... Ничего себе, то есть, это она виновата, сейчас он быстренько переложил ответственность, и я... Вещать свою любимую публику, а охрана не успела. Ну, да, возможно, я немного неправ, да, но на самом деле уместнее было бы сказать, я действительно неправ, взять на себя ответственность, это было бы по-взрослому, и, ну, более профессионально, что ли, потому что, ну, ответственность надо уметь на себя брать. А видите, как он увиливает от этой ответственности? И, возможно, я немного был неправ, это было дело охраны, но она не успела. То есть, какое дело охраны? Вообще, специалист должен сам разруливать такие ситуации, чтобы до охраны не доходило. И даже если там что-то совсем неадекватное, то, ну, вот до такого спускаться, это прям совсем ниже плинтуса. Поэтому, а планочка у меня не сильно держится, видимо, как... Ага, видите, ну, он признал, что... Вот, кстати, обратите внимание, он не извиняется. Он говорит, ну, я же вас предупреждал, вы же видели меня раньше, вы же знаете, что я из себя представляю. То есть, вы должны понять меня. То есть, у меня планка не сильно держится, я вообще неадекватен, я вообще вот такой вот с недостатками, как и вы, впрочем. Да, то есть, вот он, по большому счету, он не говорит о том, что в этом факте он виноват, а говорит о том, что вы должны меня понять, вы же, как говорится, бачили очи, шоу покупала, да, теперь ешьте, как, я не помню, но это украинская пословица, видели глаза, что покупали, теперь ешьте сколько хотите, да. Вот-вот и здесь вот та же самая история. Вы видели вообще, что я из себя представляю? Это вы виноваты, да, вот, то есть, вот, вот, разложил ответственность по всем, кроме себя. Казалось, поэтому, но, друзья, мы сделали выводы, поэтому... Видите, мы сделали выводы, да, безусловно, вот это мы говорит о том, что с командой, с командой, команда, ну, они, видимо, собрались и поняли, что ситуация очень сложная, да, и надо как-то из нее выруливать. И вот он сейчас выруливает, на самом деле он больше в нее заруливает. Вот такое извинение, это не извинение, это вот еще хуже, он просто наворачивает еще кучу разных вещей. И самое интересное, что его поддерживают, ну, в общем-то, те люди, которым нравится, чтобы их унижали. А те, кто адекватно смотрят на ситуацию, они считают, что это вообще неприемлемо. Ребят, вот до тех пор, пока мы будем вот так вот сглатывать вот эти вот вещи, да, у нас и будет вот такое отношение к нам, как к народу, понимаете? Вот оно, вот он мазохизм, вот оно рабство. Когда тебе хамят, и вместо извинения он начинает вот такие вот всякие штуки исполнять, да. Вместо слов извинения мы получаем еще кучу разных манипуляций. Вся наша команда сделать все возможное, чтобы подобные вещи, что? Не повторялись. С другой стороны, конечно же, жаль, чтобы тебя показали по НТВ. Смотрите, как красиво смещает фокус внимания, да, то есть еще и телевидение плохое, да, то есть они... 17 лет читаешь потрясающие вещи, да. Ну, то есть еще и классно себя продал, да. Смотрите, как грамотно здесь сманипулировал. То есть я 17 лет уже вам рассказывают такие классные вещи, да, а обо мне ничего не рассказывают, а стоило вот этой ситуации случиться, и сразу тебя показали по ТВ. Да, безусловно, отчасти он прав, и телевидение, конечно же, реагирует на, ну, подобные инциденты куда лучше. И на месте его команды, и пиар, ну, вот это вообще для пиара очень хорошо, что вот это произошло, да, все о нем заговорили, все о нем вспомнили, явно пойдут больше на него посмотреть, да. Но вот с точки зрения человеческих каких-то качеств, да, с точки зрения вот репутации, конечно же, это вот для меня это атас. Атас и, ну, вот как бы он себя закапывает конкретно. Хоть бы кто, достаточно побыть немножко Филиппом Бедросовичем буквально, и вот и опять звезда. Поэтому спасибо большое, я вижу, вы подошли с душой к вопросу, чтобы я за... Я думаю, что эти манго ему специально положила команда для того, чтобы... Ну, я не уверена, конечно, но это очень удачненько легло на его стол, вот этот подарочек, подгончик, да, то есть мы с тобой, мы за тебя. То есть он дает понятие аудитории, что вот за меня, на самом деле все за меня, что я был прав, что я красавчик. Но и этим самым он бессознательно склоняет аудиторию на свою сторону, да, то есть смотрите, вот они же понимают, они же любят меня, безусловно, да, они меня подкармливают. Ну и вот это вот тоже очень хорошо работает, опять-таки, на то, чтобы на него не злиться. Манго понесли, спасибо большое, поэтому благодарю вас. Просто позволю себе маленький комментарий по поводу Новгорода. Я, вот вы всю жизнь учили меня, меня, ну нас, что когда женщина себя ведет по мужскому принципу, мужчины тоже начинают по мужскому принципу себя вести. Об этом я подумала. Это никак не оправдывает вашего покорного слугу, но что-то в этом есть. Спасибо. Заметьте, не я это предложил. Ой, как удачно, ой, как удачно. Я думаю, подставная была. Да, ну, неизвестно, неизвестно, но, конечно, аудитория, завороженная его так называемым извинением, да, он же снизошел, он же объяснил, но с его-то высоты еще и объяснил, да. Да, не извинился, но зато объяснил. Ну, это для них очень сильно, и, ну, я все-таки склоняюсь к тому, чтобы там кто-то из его команды выступил с этой репликой, и он так красиво подыграл, да, то есть отвращение там, ну, вообще театр, цирк рассчитаны на людей с заниженной самооценкой. Ну, в общем, смотрите сами, решайте сами ваше право, но вот если вы все-таки считаете, что он прав в данной ситуации, особенно, знаете, вот в ситуации даже вот конфликта того, я не знаю, почему это произошло, не знаю, вообще, конечно, ему надо было вести диалог, ему надо было как-то решать эту ситуацию, либо предложить эту ситуацию решить вне зала, чтобы не задерживать аудиторию, да, там он себя повел, может быть, неправильно, но то можно было еще простить, но его извинения, то, как он все это преподнес, я просто выпала в осадок и поняла, что это надо разобрать, ну, потому что, как минимум, надо понимать, где, ну, вот, какие вещи можно прощать, а какие нельзя, понимаете, вот, вот это то, что он нам исполнил в качестве объяснения, это не объяснение и не извинения, понимаете, это сплошная манипуляция, состоящая вот из 17 пунктов, причем даже врезали, вставили вот эту реплику из зала, так называемую реплику, вот прям вот, знаете, вот с этой репликой тоже у меня вопросов очень много, ну, ладно, а значит, кстати, у меня есть курс по манипуляциям, если вам интересно, под видео я ссылочку тоже оставлю, можете туда, очень интересно все, всего 990 рублей, но это ни в коем случае не посчитайте, что я под шумок там что-то, просто, как бы, в тему этих манипуляций, да, вот я как человек в этом разбирающийся, я посмотрев это, вот, вот эту его извинялку, я поняла, что тут манипуляции просто бешеные и решила с вами поделиться, да, значит, ну, на этом буду заканчивать, ой, уже 37 минут, да, значит, люблю вас всех очень сильно, желаю вам хороших выходных, прекрасного вообще настроения, скоро уже наступает весна и надеюсь, что с весной наше настроение у всех очень здорово поднимется, да, люблю вас всех еще раз, пока-пока!